Вехи истории далее. История города в истории улиц. Краеведческая прогулка по центральным дорогам и экскурс в топонимику города. Прямо сейчас, не выходя из дома. Бендеры – город-крепость, город исторический. И чтобы подтвердить этот факт, порой стоит просто выйти на улицы. В центральной части наши дороги по военному пересекаются точно под прямым углом. Улица Советская, она же бывшая дворянская. Одна из самых старых в Бендерах. Эта улица была заложена в городе, когда город строился по плану военного города. После русско-турецкой войны 1812 года начинается застройка города. В 1818 году был разработан первый план застройки нашего города, где планировалось проложить 16 ровных взаимно перпендикулярных улиц на правом берегу Днестра. Прямая, как стрела улицы Ленина, соединяет два вокзала – железнодорожный и речной. По ней когда-то передвигались даже особы царских кровей. Ведь в Бендерах побывали четыре российских императора. Улица Калинина когда-то называлась Александровской, Суворова – Михайловской, Коммунистической – Николаевской. К слову, Николай II был в нашем городе четырежды. Почти 200 лет назад и Пушкин посещал Бендеры, находясь в Южной ссылке. И навсегда оставил свой автограф в городской топонимике. Все времена она называлась улицей Пушкинской. И даже тогда, когда на протяжении 22 лет бояро-румынской оккупации, эти улицы также поменяли свои названия. Например, центральная улица, ныне улица Ленина, она называлась первоначально Харузинской в честь генерала-губернатора Бессарабии, который внес большой вклад в развитие нашего города. А затем эта улица получила название Режина Мария, Королева Мария – это уже период бояро-румынской оккупации. И в советские времена улица Ленина. Исторические названия улиц запечатлели на ярких аншлагах. И каждый горожанин или наш гость, пройдя пешком по старым Бендерам, может сделать свое маленькое открытие и вспомнить мировую историю.